Перебои в поставках лекарственных препаратов для владимирских льготников проблемы не первого года. Государство в лице Департамента здравоохранения обязалось помогать тяжело больным детям и бесплатно предоставлять дорогостоящие препараты. Но в аптеках на протяжении прошлого года их периодически не хватало. Каждый день у многих из них может быть последним. Три недели для нас это огромные сроки. У них была возможность сделать это ранее. У них какая-то сейчас растерянность и они не могут дать никаких четких ответов нам. Впервые за многие месяцы произошли действительно качественные улучшения в лекарственном обеспечении льготников. К такому выводу пришли участники рабочей группы в Белом доме. И все-таки в настоящий момент остается 90 незакрытых рецептов, сообщили в облздраве. На региональное льготное обеспечение в этом году из федерального бюджета выделили полтора миллиарда рублей. Из них на текущий момент уже отпущены в полномочную аптечную организацию лекарственных препаратов на сумму 729,8 миллионов рублей. Соответственно, этой суммы достаточно для того, чтобы покрыть наши обязательства перед гражданами в первые полугодия. Но тут вскрылась еще одна проблема. В этот раз на заседание пригласили главврачей. Ранее в их адрес часто звучали претензии. Дескать, они неправильно и неграмотно выписывают рецепты. Практики представили свой взгляд на проблему. В данной ситуации они оказались между двух огней. Дети, получающие лечение в федеральных клиниках, выписываются с рекомендациями, где лекарственные препараты представлены в торговых наименованиях. И замени пишут, не подлежат. Замени не подлежат. Родители настоятельно требуют от нас получения именно этих лекарств в соответствии с полученными рекомендациями. И, конечно, здесь вот проблема большая. Препарат пульмазим, на который есть официальный ответ, что он больше не будет завозиться на территорию Российской Федерации с 1 января. Но, тем не менее, рецепты строчат. Мы ставим их на очередь, поскольку он не исключен из реестра. Но он не будет никогда обеспечен. Родители ходят, жалуются. Сам механизм закупок препаратов таков, что даже при идеальной его работе от назначения до получения препарата проходят месяцы. Но работа ведется и в этом направлении, заверили законодатели. Комитет по социальной политике и здравоохранению обработает все предложения и предполагаю, что направит обращение в Министерство здравоохранения для того, чтобы внести изменения в федеральные нормативные акты, которые регламентируют выдачу льготных лекарств. Но то, что произошел кардинальный сдвиг, признали все участники рабочей группы. И депутаты, и облздрав, и главврачи. Если на протяжении года проблему с выпиской рецептов часто приходилось решать в ручном режиме, то теперь удалось запустить и отладить единую цифровую платформу. Раньше, когда мы делали заявочку, нам сбрасывали перечень лекарственных препаратов, и мы из этого перечня заказывали. Если нам нужен был препарат, который в этот перечень не входил, то это уже были отдельные индивидуальным способом решаемые вопросы. Сейчас первый раз сделали такую программу, что мы сами формируем этот перечень. Вот это просто замечательно. Потому что АТ позволяет нам донести до департамента здравоохранения нашу реальную потребность. То есть они реально видят, что нам надо. И там дальше уже решают вопрос централизованно. Это очень хорошо. Что касается поставки импортных лекарств из-за рубежа в свете санкций. Артем Осипов рассказал, что они по возможности будут заменяться качественными отечественными аналогами. Кроме того, исполняющий обязанности главы облздрава заверил, поставки препаратов и компонентов из-за границы не прекратятся. Просто пойдут другими путями. В частности, через Турцию.